Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Ксюши Кокаревой. Она спрашивает, почему вороны такие умные? И действительно, интеллекту этих птиц трудно не удивляться, потому что они играют, они общаются друг с другом и с человеком и порой делают совершенно удивительные вещи, которые кажутся нам очень похожими на нас. С другой стороны, есть такое выражение «птичьи мозги». И если мы сравниваем размер мозга человека и размер мозга птиц, то мы понимаем, что, конечно, мозги у птиц маленькие и, казалось бы, откуда там взяться интеллекту. Но только мы с вами забываем, что на самом деле у человека и у птиц были разные предки, и наша эволюция шла различными путями. И поэтому нельзя сравнивать абсолютный объем мозга у млекопитающего и у птицы. Дело в том, что мозг птиц устроен иначе, чем мозг млекопитающих. И если объем его маленький, то концентрация нейронов в мозге очень-очень большая. Особенно хорошо у самых интеллектуально развитых птиц развит передний мозг, где находятся как раз центры, отвечающие за познавательную активность. И если говорить о том, какие же птицы самые умные, конечно, это врановые. Это не только наша серая ворона, которая хорошо нам знакома и которая действительно творит чудеса совершенно. Это и другие врановые, ну, например, сорока, ворон. Кроме того, есть еще птицы, такие островные, очень интересные, родственники нашим воронам. Это, например, гавайский ворон и новокалейдонский ворон, которые, например, способны изготавливать простейшие орудия труда и использовать их для того, чтобы достать свою приманку. Ученые проводили с ними множество экспериментов. Причем интересно, что они, во-первых, могут друг у друга обучаться этим способом добывания пищи. А кроме того, они могут сами придумать эти способы. И если молодая птица никогда не видела, как это делается, она все равно способна до этого додуматься. То есть, ее тоже посещает такое озарение. И она способна решить задачи, которую прежде никогда не решала. Кто еще из птиц является интеллектуалом? Конечно, это крупные попугаи, такие, например, как о кокоду. Хорошо вам, наверное, известно, что попугаи способны имитировать человеческую речь. Причем не только крупные попугаи, но даже и мелкие волнистые попугайчики с ним заниматься, может довольно неплохо разговаривать. И это, да, здорово, но попугаи не просто используют человеческую речь, они делают это творчески. Они способны шутить, они способны дразнить других животных. Например, описан такой случай, когда попугай дразнил кошку в отсутствие хозяев. Он начинал мяукать, и кошка бегала, пыталась понять, откуда звук, и никак не могла источник звука найти, потому что ей в голову не приходило, что мяукать может попугай. И они используют слова творческие. Они могут строить довольно сложные фразы и употреблять их не случайным образом, а по смыслу. А вообще, интеллектуалы есть среди разных групп животных. Да, конечно, это приматы, особенно высшие приматы, человекообразные обезьяны, которые не только способны изготавливать какие-то простейшие орудия самостоятельно, но они, например, еще и способны общаться с человеком, если их специально для этого обучить, при помощи языка жестов. Кроме того, очень умные слоны, они живут группами, а вообще для социальных животных способность быть интеллектуально развитым и хорошо соображать очень важная. Поэтому слоны это долгоживущие животные, живущие социальными группами, и для них общение и различные способы решения сложных задач очень-очень важны. Если говорить о беспозвоночных животных, то известно, что самым большим интеллектом, пожалуй, обладают осьминоги. Осьминоги обладают сложным мозгом, состоящим из большого количества отделов, причем еще и каждая щупальца осьминога обладает своим отдельным, можно так сказать, мозгом, очень крупным нервным узлом и может действовать самостоятельно вне зависимости от других щупалец. Осьминоги способны решать очень сложные задачи, преодолевать сложные препятствия, открывать различные замки, и благодаря тому, что они беспозвоночные, у них нет скелета твердого, они способны проникать в какие-то микроскопические щели, поэтому в океанариумах, где содержат осьминоги, с ними возникают из-за этого множество всяческих проблем. Известен случай, когда осьминог приоткрыл крышку аквариума, в котором он сидел, и вылез на пол, дополз до канализационного люка и через люк попал в море. То есть такие случаи известны, действительно эти животные очень умные. Ну а если мы уже стали говорить о водных животных, конечно, дельфины. Очень умные животные, обладающие высоким интеллектом, обладающие очень сложной системой общения. В общем, поэтому действительно сказать так, что умные только одни вороны, наверное, не стоят. Есть множество умных животных, но вороны по своему уровню развития, по своему интеллекту ничуть не уступают, например, шимпанзе и другим приматам. Ну что ж, друзья, на этом все. Не забывайте присылать нам свои новые вопросы, пишите их в комментариях, пишите, о чем вы еще хотели бы узнать, а мы будем стараться найти на ваши вопросы свои ответы. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и будьте здоровы! Я прочитала интересную статью. Оказывается, что когда сравнивали мозг птиц, оказалось, что у островных птиц мозг крупнее, чем у их родственников, которые живут на материках. Если это близкородственные виды, например, два вида воронов, один живет на материке, а другой живет на острове. Известно же, что там самый умный новокалейдонский борон, который вообще такие задачи решает, способен сам орудие делать. Сходи с другой стороны амбличане, вроде как, неплохие. Ну, опять-таки, смотри какие острова!